МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы морально готовы бросить курить, самое время сделать это сегодня, ежегодно, в 3-4 ноября отмечают Международный день отказа от этой вредной привычки. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 6 миллионов жителей планеты ежегодно умирают от воздействия табака на организм. Инсульты и инфаркты во многом провоцируют именно пристрастие к курению. Основная цель появления в календаре Международного дня отказа от курения как раз информирование населения о пагубном воздействии табака на здоровье людей. Организаторы празднования считают, что если периодически рассказывать о вреде табака, это повлияет на самосознание курильщиков. Ну а мы напомним одну известную фразу. Капля никотина убивает даже лошадь. А еще курение разрушает зубы, ухудшает зрение, память, потенцию и так далее. Так что, может быть, именно сегодня стоит принять важное решение и вместо того, чтобы купить пачку сигарет, пойти в спортивный зал. Ведь вредные привычки можно заменить здоровыми. И физические нагрузки стоят в этом смысле на первом месте. Педагоги Барнаула в очередной раз заговорили о вредных привычках среди молодежи. Один из способов пропаганды здорового образа жизни инициировали представители общественной организации «Общее дело». Они предложили показывать детям целую серию социальных роликов. Подобные документальные фильмы, по мнению их создателей, обнажают вредные привычки. В частности, рассказывают о том, что может случиться с человеком, если он будет употреблять алкоголь или наркотики. Педагогам барнаулахских школ, представители общественной организации рекомендовали демонстрировать эти ролики на классных часах и дополнительных занятиях. Помогаем ребятам просто увидеть эту проблему, как она есть, без прикрас, увидеть ее как бы из-за кулис и таким образом сделать уже самостоятельно осознанный выбор в пользу здорового образа жизни. Руководителю финансовой компании «Сибирская народная казна» предъявлено обвинение в мошенничестве по версии следствия. Роман Тюленев склонял пожилых людей к получению займов под залог их квартир, а потом оставлял пенсионеров без жилья. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Алифтина Веснина живет с кошками Мурка и Мусей в квартире, которая больше ей не принадлежит. 70-летняя женщина взяла кредит в конторе «Сибирская народная казна». При заключении договора бабушка наивно оформила сделку купли-продажи ее квартиры. А потом из квитанции за услуги ЖКХ узнала, что у жилья появился новый владелец. Я надеялась где-то через 4-5 месяцев вернуть деньги. Еще спрашивала, говорю, а если я не смогу за это время отдать? Ну пока будете отдавать проценты, квартира ваша. Суд не сразу встал на сторону Алифтина Весниной. Женщине пришлось бы покинуть квартиру, но на последнем заседании дали отсрочку до 30 апреля 2019 года. Кроме того, руководитель Сибирской народной казны Роман Тюленев поменял статус подозреваемого на обвиняемого. Кстати, история с Алифтиной Весниной не первый инцидент, когда квартира пенсионера оказывается в руках Тюленева. В подобных случаях только в Барнауле, в Новосибирске около 10. А ведь многие пожилые люди не идут в полицию, боятся расправы. Известно, что уже одна пенсионерка, которая тоже стала жертвой Сибирской народной казны, скончалась от сердечного заболевания. В силу своего менталитета они верят в справедливости, их вроде как не могут обмануть, да, наверное? Они полагают так. Поэтому, когда они носили денежные средства как проценты по займу, в большинстве эпизодов, в большей части, им никто не давал ни одной квитанции. Адвокат Алифтины Татьяна Панина говорит, что шансы вернуть квартиру еще есть. Также юрист добавляет, что сейчас прокуратура и суды стали намного серьезнее относиться к мошенничеству контор по микрозаймам. Ирина Корчагина, Наши Новости. Московские кинематографисты снимут на Алтае полнометражный игровой фильм. К съемкам картины «Земля Эльзы» Илья Комаров, Юлия Колесник и Евгений Цветков планируют приступить летом. «Земля Эльзы» – это история любви между двумя пожилыми людьми. Ее также называют Ромео и Джульетта на новый лад. Кстати, в фильме можно будет увидеть актеров Алтайского театра «Кукол сказка» и Молодежного театра Алтая. Также в съемочном процессе будет участвовать Молодежный центр кинематографистов Алтая. В сети появились первые кадры, снятые творческой группой. Киношники устроили локейшн-тур по Алтаю, выбирая места для съемок. Для москвичей это первая поездка по нашему региону. Они побывали в Барнауле, Белокурихе, Чемале, Ангуде, Турачаке и не только. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт авиафлот.ру В крае переменная облачность преимущественно без осадков минус 8. Днем в Бийске и Камни-Нааби. На градус холоднее в Олейске. В Барнауле минус 10. Без осадков и юго-западный умеренный ветер. Напоминаю телефон редакции Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.